Хоккейная вертикаль Школа Спартака имеет довольно долгую историю, которая практически совпадает со временем развития хоккея в России А Академии Спартака всего три года Она появилась в 2019 году при сотрудничестве в Москомспорта и ХК «Спартак» Школа Красно-Белых имеет два дополнительных филиала в Москве – на востоке и северо-западе города Их главная задача – подготовка ребят с 4 до 8 лет, так как в Академии Спартака действует 8 групп для детей от 9 до 16 лет Но в этих филиалах могут заниматься и ребята более старших групп Для нас самое важное, если вдруг по тем или иным причинам не попадают к нам В Академии это не означает, что дальше им в развитии как-то нужно прекращать или еще поменять вид спорта Конечно же нет Поэтому мы всех, кто прошел все эти этапы, мы обязательно их смотрим Предлагаем пути развития И может быть через год, через два у них будет получаться И мы, конечно же, будем их приглашать к нам в Академию С виду комплекс Академии кажется небольшим Но он вмещает спортивный и тренажерный зал, бросковую зону, две стандартные площадки и две маленькие 40 на 20 метров Спортивные классы созданы в Академии скорее не для того, чтобы разгрузить лед А чтобы готовить старших ребят к команде мастеров У нас два возраста, которые, на наш взгляд, уже должны понимать, как развиваются профессиональные спортсмены Поэтому для них сделано утреннее время И еще нам повезло, что географически с нами соседствуют рядом общепрозавательная школа Которая здесь рядышком И еще раз говорю, здесь очень прекрасное руководство школы Которая нас понимает, идет нам навстречу И мы имеем два класса спортивных Которые уже за три года себя зарекомендовали И мы видим понимание родителей Это самое тоже важное, что процессы идут И мы очень внимательно за этим следим У нас выстроены процессы взаимодействия Чтобы ребята у нас посещали обязательно Бывают различные моменты с точки зрения переноса игр Еще какие-нибудь соревновательные процессы Но мы очень к этому относимся внимательно И для нас, конечно же, тоже это основа Чтобы наши дети развивались И были помимо хороших спортсменов еще прекрасными людьми Можно обхитрить Два раза бросили Развернул кисти, бросил к повороту Чтобы вратаре это не было Каждый день там были тренировки Сначала, по-моему, в детстве, может быть, даже были перед школой Потом мы шли в школу Потом постарше уже после школы Да нет, много тусовались там во дворце Играли в хоккей И там типа на льду и в ней льда Там в зале Поэтому много времени Потому что мы учились в школе Прям напротив сокольников Напротив дворца Школу прям шли во дворец Там катались Как было время Как пускали нас на лед Катались разными годами На протяжении всего прошлого сезона Мы хорошо выступили Заняли третье место на открытом первенстве Москвы И это была большая радость для нас Потому что большое количество времени Мы не могли занять призовые места Когда занимаешь третье место Не хочется опускаться ниже Хочется, наоборот, расти Занимать высшие места И ставить для себя цели Которым хочется стремиться А изменилась из-за этого Как-то обстановка в команде Отношение к результатам и так далее Вот уже в этом сезоне, я имею в виду По сравнению с прошлым Да, конечно, все стали намного ответственней Все профессионально подходят к тренировкам, к играм После поражений мы стараемся найти ошибки и искоренить их Летом в команду Академии Спартака пришла практически легенда тренерского цеха Москвы Сергей Суярков Представляется как консультантом от хоккейного клуба Спартака Да, в его обязанности входит координация всей спортивной составляющей Да, а также рекомендации для назначения тех или иных тренеров для работы в Академии Ну и, конечно же, здесь мы с ним, как же сказать, каждодневно решаем различные технические вопросы, связанные с различными моментами соревновательной и тренировочной деятельности Также мы решаем по привлечению тех или иных кандидатов в Академию С приходом нового главного тренера и требования в Академии немного изменились Поймите одно, если мальчишка хорошо катается, хорошо владеет шайбой, правильно его учит тренер, то результат все равно будет И я считаю, все равно это результат, показатель работы тренера Я против того, чтобы на младших возрастах занимались очень много тактикой Я категорически запрещаю своим тренерам заниматься тактикой Мы в основном развиваем ребенка, занимаемся над техникой катания, техникой владения клюшкой Тактика придет уже на более старших возрастах, где-то уже после 13 лет А сейчас нет, но результат все равно будет, если тренер правильно занимается, правильно развивает детей, результат все равно будет Иногда в этом же комплексе тренируются игроки команды мастеров Разумеется, хоккеисты проводят мастер-классы и общаются с ребятами Для них, я надеюсь, это что-то они подчеркнули, что-то им кайфанули, не знаю, хорошее настроение им принес Поэтому для меня навсегда, конечно, когда мы были маленькие, там кто-то выходил с первой команды с нами, траваться мы на них смотрели И ходили на матчи смотреть на первую команду сокольников, как они играли Поэтому, конечно, когда в раннем возрасте, всегда смотришь на старших и тянешься к ним Раньше проводились тренинг-кэмпы для конкретных амплуа В «Спартаке» такая система практикуется на постоянной основе Есть отдельные тренировки для нападающих, защитников и вратарей Обычно тренеры по защитникам, по нападающим обсуждают между собой, над чем хотелось бы поработать Чему больше уделить внимания, исходя из результатов последних игр, что-то, может быть, не получалось из-за этого Подстраиваем работу точечно, защитники выполняют то, что хотелось бы главному тренеру увидеть Нападающие работают над реализацией, как правило Прежде всего, в обсуждении тренеров над насущными проблемами Чем чаще, тем лучше, потому что на этих тренировках ты раскрепощаешься Ты много нового узнаешь, потому что этот час посвящен лично твоим качествам и лично качествам защитника Школу защитников я давно уже хотел вносить в обучающую программу именно академии Также я в «Динамо», когда работал, это вносил И вот здесь, в «Спартаке» мне дали отдельный лед Спасибо, конечно, руководству, что защитниками обязательно нужно отдельно заниматься Мало кто занимается, даже мы, тренеры, когда на общей тренировке, очень мало уделяем внимания защитникам Здесь отдельное катание, как правильно работать на синей линии, как правильно подкатываться, ставить ноги, как располагаться правильно Вот на этих тренировках работают с защитниками, я считаю, что защитники лучше растут Хочется, чтобы и наши российские защитники были одними из лучших в мире Потому что всегда говорят, что нападающие у нас сильные, защитниками мы плохо работаем Я работаю со старшими, и у нас есть еще средняя группа, и также младшая У нас три тренера в артаре в академии Мы стараемся, пытаемся подстраиваться под время и меняться Соответственно, шире взгляд и четче понимание, кто слабее, кто сильнее Сейчас были ребята 10-12 лет, правильно понимаю? В чем особенность работы именно с этой возрастной группой? Ну, это самое становление вратарского мастерства И, соответственно, базовые элементы – это катание, стойка, перемещение Понимание, что за чем идет Мы не ставим самых взрослых с самыми младшими Мы делим на подгруппы, о которых я говорю, их три Поэтому мы стараемся, чтобы ребята, которые на первом так же этапе, но уже умеют чего-то за собой тянули младшие возраста Которые только начинают свой путь в вратарском мастерстве Плюс таких тренировок, когда ты видишь вратаря непосредственно в работе именно в вратарской подготовке Потому что, когда ты работаешь с командой, не всегда ты можешь какие-то нюансы заметить Потому что идет работа непосредственно без остановки, там броски 2 в 1 Это уже более старшая, как скажем так, более старшая работа Это игровая подготовка и игровое мышление У ребят младших возрастов это не так важно Хотя в зале, хотя в зале, перед тем, как поставить вратаря Мы обязательно просматриваем и смотрим по игротским качествам, как он рассуждает, как смотрит себя в игре Ну да, мы больше работаем на технику, отрабатываем движения Там поправляют нас все новые движения, изучаем, которые есть А сильно отличаются для тебя, например, тренировки в зале и на льду? Да, отличаются, но в зале мы иногда отрабатываем те движения, которые должны будем выполнить на льду То есть, например, на пушке мы отрабатываем ловлю И на льду мы ее повторяем Мы правильно выставляем руки, бивание, ловлю А вот, когда, получается, здесь много вратарей работает, да, в группе Разный возраст и так далее Это помогает тем, что можно подглядеть, посмотреть на других сразу, знаешь, как они выполняют что-то? Да, помогает, когда работаешь со старшими вратарями Когда работаешь с годом младше, можешь им показать пример Выпускники Академии могут самореализоваться сразу в пяти командах Три в МХЛ, Спартак, Крылья Советов и Атлант Химик в ВХЛ и Спартак в КХЛ Представители этих команд отслеживают ребят в школе Особенно клубы МХЛ Школьники могут заключить контракт только с одной командой Так что, если на игрока претендует несколько клубов, здесь подключается директор Решает спортивный директор, взвешивает все за и против Да, и я думаю, что когда есть такая ситуация, это всегда же приятно Вот, поэтому, конечно же, идет все во благо развития спортсмена Это вот здесь самое главное, не ошибиться Потому что у всех ребят, да, есть свои плюсы и минусы, да И попасть в развитие каких-то вот тонкостей, да Где нужно их развивать, чтобы игрок больше еще реализовался, да И сформировался как спортсмен Вот здесь вот тонкая такая вот черта, где важно, на мой взгляд, правильно поступить Видение и самое главное взаимопонимание, да, ребенка, да С тренером, с селекционером, либо с уже менеджментом спортивным, да Здесь очень важно И всегда, конечно, нужно разговаривать И это тоже очень такая важная часть, да Чтобы дети, переходя уже в эту систему, да, психологически были готовы И мы к этому уделяем очень большое внимание Вот, и эта сторона психологии, да, игрока, да Она очень тоже важна Поэтому здесь идет все в таком, знаете, как сказать В правильном процессе И, конечно же, в одном из моментов нужно обязательно учитывать мнение и, конечно же, игрока В Академии Спартака много внимания уделяют правильному выстраиванию отношений Между тренерами и детьми, тренерами и родителями И, главное, между самими хоккеистами А в таких условиях и результат обязательно будет Был один матч, где я пропустил очень нелепый гол Но команда меня поддержала И это мне запомнилось очень сильно В чем была нелепость? Ну, там бросок был от синей линии И я обязан был его просто ловить Но, к сожалению, пропустил Поддержали все ребята И как закончился матч? К сожалению, мы проиграли, но все ребята поддержали И не винили меня Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok